Польша наращивает силы на восточном фланге и увеличит количество военнослужащих в районе города Сувалки примерно в три раза, заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак. Как это решение может повлиять на Беларусь и чем может ответить Кремль, выяснял Дмитрий Мицкевич. О воссоздании полка польской армии было объявлено во время посещения министром обороны Польши Мариушем Блащаком города Сувалки, где размещается 14-й дивизион противотанковой артиллерии. Полк был переформирован в дивизион 8 лет назад при предыдущем правительстве. Теперь же воссоздание полка увеличит общее количество военнослужащих подразделения практически в три раза, приблизительно до тысячи человек личного состава. Министр Блащак ранее сообщил о формировании 18-й механизированной дивизии на востоке Польши. То есть воссоздание этого полка – логическое продолжение решений, которые были приняты в начале сентября. Однако создание этого соединения будет происходить поэтапно, поскольку сейчас тоже соединение в Сувалках располагает устаревшим вооружением. Сувалкский коридор – стратегически важное место. В первую очередь он упоминается в контексте возможного конфликта России и НАТО. Небольшой перешеек отделяет Калининградскую область от Беларуси. Именно здесь и может начаться предполагаемая агрессия – прорыв российских войск с целью отсечения Балтии от остальной Европы. С военной точки зрения тысячи, две тысячи, три тысячи сосредоточенных в Сувалском коридоре не несут особой угрозы России, учитывая небольшую площадь этого коридора, небольшой его размер. Всякая цель площадная, как то гарнизон и так далее, может быть легко уничтожена дальнобойными реактивными системами залпового огня. Калининградская область укомплектована российским вооружением – от береговых ракетных комплексов Бал и Бастион до зенитно-ракетных систем С-400 и оперативно-тактических ракетных комплексов Искандер-М, способных нести ядерный заряд и поражать цели на дистанции до 500 километров. «Со стороны Польши отвечаем на эту угрозу приобретением системы «Патриот». Только нужно помнить, что Польша имеет системы противоракетной обороны, которые помнят 60-е и 70-е годы. Поэтому, с одной стороны, это ответ на российскую угрозу, а с другой – естественное списание старого вооружения и замена его новым». По мнению экспертов, наращивание военного потенциала имеет для Польши не только практическое, но и имиджевое значение. Варшава стремится закрепить за собой статус модератора восточного фланга НАТО и основного игрока в области безопасности в Восточной Европе. «Россия может, конечно, использовать как повод, чтобы со своей стороны, учитывая, что, допустим, экономическое положение не очень хорошее, для того, чтобы канализировать негативную энергию граждан не внутренне на свое правительство, а вовне». В свою очередь, власти Белоруссии рискуют в очередной раз оказаться под давлением российских союзников, которые под предлогом обороны от возросшей натовской угрозы могут снова потребовать размещения своего контингента на территории страны на постоянной основе. Хотя это вопрос больше политический, чем военный. Дмитрий Мицкевич, Белсад.